Я вот даже думаю, кто я в этом фильме? Владимир или этот самый червь? Песчаный. Шай Хулут. Оба такие милые, прям даже не знаю, кого выбрать. Ну, слушай, вот сейчас смотрю на тебя и думаю, что ты, конечно... Тимоти Шаламе. Да, да, ты Тимоти Шаламе. Я пол. У тебя так кудря нет, конечно, но свет так тоже падает. Всем привет. Это подкаст «Кинопоиска. Крупным планом». Меня зовут Даулет Женайдаров, я редактор видео и подкастов «Кинопоиска». А я Всеволод Коршунов, киновед и куратор курса «Практическая кинокритика» Московской школы кино. В нашем подкасте мы обсуждаем кино, анализируем новинки проката, разбираем классические фильмы и иногда советуем, что стоит посмотреть. Сегодня мы поговорим о, наверное, главном блокбастере года, экранизации культово-фантастического романа Фрэнка Герберта «Дюна». Планета Аракис так красива на закате. Солнце будто тонет в песках, в воздухе искрится меланж. Но варвары-чужеземцы разоряют наши земли. Мой народ страдает от их беспощадной жестокости. Что ждет этот мир? Пол. Вот как в прошлом году все ждали довод Кристофера Нолана. Он переносился несколько раз, мы уже не верили, что он выйдет, а он вышел и собрал мало. Так и в 2021-м. Самое ожидаемое массовое кино – это «Дюна» Дени Вильнёва, конечно. И ожидания эти очень высокие, потому что в основе легендарный фантастический роман, литературный материал, которому подбирались Дэвид Линч и Алехандр Ходоровский, но у обоих не получилось. У Дэвида Линча, возможно, мы это сегодня обсудим, кстати, не совсем удачная экранизация, такое пятно на его репутационную фильмографию, песчаное, присыпанное меланжем. А Ходоровский, собственно, и не снял фильм, хотя очень амбициозный проект получился, но об этом мы чуть позже, наверное, поговорим. Здесь же у нас есть звездный каст, во-первых, во главе с Тимоти Шалома и Оскаром Айзеком и невероятным количеством других очень крутых голливудских актеров. Когда появлялись новости о том, что такой актер собирается играть в «Дюне», такой актер, я думал, ого, ничего себе, да не Вильнёв собрал. Но очевидно, что они все согласились сниматься в «Дюне», не только потому, что это 200-миллионный блокбастер, который выйдет во всём мире, а потому что его снимает Данил Вильнёв. Удивительный режиссёр, автор «Прибытия, убийцы и бегущего по лезвию 2049», который умудряется сочетать авторский подход с голливудским мейнстримом. То есть как раз вместе с Кристофером Ноланом, наверное, он остаётся таким вот автором в блокбастерном голливудском поточном часто производстве. Ну да, он делает такие артбастеры. Вот мне очень нравится этот термин такой ироничный. Как раз по отношению к Нолану и Вильнёву он очень хорошо подходит, да, артбастеры. Да, и как будто бы он играет на обе территории. То есть и одновременно и Всеволод будет доволен тем, как тут медленно развивается повествование, какие у нас медитативные пролёты камеры, как любовно камера Грега Фрейзера снимает песок, который сыпется из пальцев Тимати Шаламе. И одновременно здесь есть кое-что для меня. Эффектные сцены, напряжённый монтаж и суперчёткое повествование. Ну и фильм, собственно, переносился на полгода из-за пандемии. И сейчас... Я думал, ты скажешь, он переносился... Может, были правки от Всеволода и Дуалета, его нужно было их вносить? Нет-нет-нет, все правки от нас, они... А не потом. Потом. Они про вторую часть будут. Ну, собственно, как бы зависит от того, сколько соберёт первая часть, потому что Дюна, и это нужно сразу, конечно, сказать, многие удивились, когда посмотрели фильм, что он кончается на середине. То есть там нет завершения никакого. И, собственно, эта экранизация только половины романа. Я бы даже сказал, что он кончается на начале, потому что такое начало инициации фактически Пола и треть пути, как я понимаю, его в первой книге. И там все арки только начинают формироваться, сюжетные арки, арки характера. И для меня, в общем, это... Ну, если не завязка в самом конце, то конец первого акта истории, по большому счёту. Вот сейчас он переступил границу и на мира, и вот только начинает превращаться во властелина двух миров. Поэтому для меня история заканчивается в начале, конечно. И это, конечно, смелое решение очень, потому что Даниил Вильнёв как раз говорил, что невозможно вместить весь богатый мир Аракиса, Каладана, всех этих песчаных червей в один-двухчасовой фильм. И он бы никогда не пошёл на это, потому что слишком любит роман Герберта. И он собирается снимать трилогию, собственно, вторую часть по второй половине романа и третью часть по второй книге «Мессия Дюна». И я, конечно, желаю Даниил Вильнёва, чтобы фильм собрал хорошо, потому что кажется, что вот таких громких блокбастеров, при этом авторских, нам не хватает. И что мне особенно приятно, он умудряется изложить довольно запутанный сюжет и показать огромный мир очень понятным образом. Я читал книгу, поэтому я более-менее разбирался, что к чему. И для меня, конечно, главным приятным открытием этого фильма стало то, как чётко, практически по учебнику, как ясно разложены все основные аспекты вселенной, которые нужно рассказать. Ну да, я вот не читал, к сожалению, романы. Вот сейчас понял, какой же я дурак, что прошёл мимо этого романа. Но даже я всё понимал. Мне всё было в целом понятно. Ясно, что там о том я кучу всего начитался и посмотрел картину Линча с этим гигантским прологом, где всё буквально рассказано, разжёвано. За кадровым голосом. Да, вот такую расширенную версию. Смотря на то, что там чуть ли не есть 10-минутный пролог, где всё прямо чётко с иллюстрациями из книжки разложено. Но, в общем, если бы я этого не сделал, я бы, в общем-то, во всём разобрался. Если там какие-то детали упущены, то они не так существенны для понимания взаимоотношений между персонажами. Ну так что, получается, и тебе, и мне фильм понравился. Слушай, ну я читал не так давно, наверное, ну перечитывал. Поэтому мне было в некоторых местах скучновато, если честно. Это в каких? Ну, собственно, в начале экспозиции, когда они все разговаривают, когда проговариваются мотивации, когда, например, сцена тренировки между Гарни Халеком и Полом, и они дерутся. И ты просто смотришь, на самом деле, на иллюстрацию книги. У тебя нет каких-то открытий. Они очень маленькие, детальные. Ты смотришь на то, как на заднем плане декорация выглядит, как выглядит силовое поле, потому что все визуальные эффекты и всё, что связано с материальным миром, это действительно тебе интересно. Тебе интересно, как Вильнёв воплотил это, потому что у Линча это 1984 год, очень смешно выглядят все силовые поля и спецэффекты. Ты прямо сейчас уже не воспринимаешь все эти двойные экспозиции. А здесь, мне кажется, очень здорово решены все вот эти вот маленькие детали мира. То, как силовое поле краснеет, когда бьётся об него, не знаю, рапира, меч. Как показана книга-фильм, вот эта вот голограмма, которая рассказывает про мир Арракиса. Это всё, с одной стороны, завораживает, и ты рад видеть это на экране. Или там, не знаю, песчаный червь. Отлично просто выглядит. Или все эти орнитоптеры, которые как стрекозы вот так вот летают. Но в том, что касается сюжета, в том, что касается развития истории, к сожалению, здесь довольно медленный темп, и кажется, что ты временами просто смотришь на очень богатую, красивую, эффектную, с прекрасными актёрами, но книжную иллюстрацию. Я понимаю, почему это происходит. Это, на самом деле, фильм Дани Вильнёва должен стать хрестоматийной экранизацией Дюны. Не знаю, как «Властин колец». Следующий уже снимать в ближайшие несколько десятков лет не нужно, потому что тут всё идеально. И очевидно, что Дани Вильнёв очень любит книгу. То есть он уже говорил, что в 14 лет прочитал и экранизировал свои вот эти вот подростковые фантазии. И Ханс Циммер замечательный, который тоже отказался от работы, кстати, с Кристофером Ноланом над доводом, чтобы сочинять музыку. И весь фильм пышет этой любовью к роману, но если ты как-то хорошо его знаешь, то для тебя нет открытий. Я слышал отзывы, что нужно прочитать роман, прежде чем сходить в кино, но кажется, это как раз будет вредно. Ну, то есть если вы хорошо ещё помните роман, то очень мало открытий, потому что это экспозиция. Ну, вот как раз это мне в нём и нравится, что он меня медленно засасывает вот в эту воронку, даже не действия мира. Мне очень нравится, как медленно, скрупулёзно, невероятно эффектно Вильнёв показывает все эти миры. Это меня прям очень заворожило, если честно. То есть ты смотрел, открыв рот, как появляется шайхулут, череп? Любовался ли ты, как играет свет на кудрях Тимити Шаламе? Я любовался, наверное, всё-таки другими немножко вещами. Нет, операторской работы просто не придраться. Действительно, это очень удивительно, кстати, вот ты сейчас там смеёшься над этими, значит, кудрями, но в целом это же довольно мрачное произведение с визуальной точки зрения. При этом это банально, конечно, уже, но каждый кадр как отдельное произведение искусства. Это правда невероятно здорово, при том, что вот он не пестрит. Здесь не сюжетно, не визуально вот нет такой вот задачи насытить мой мозг рецепторными аттракционами. Вот это такое медленное погружение. Даже мне в какую-то секунду показалось, что какие-то сюжетные повороты, а зачем, мне так было хорошо вот просто как бы вот втыкать, что называется, да, вот в этот кадр я вот прямо воткнул глаза и сижу, и наблюдаю. Как скринсейвер Windows, да? Ну, можно и так сказать, но вот в целом уберите сюжетные повороты, я всё равно буду это смотреть, вот честно скажу. Слушай, вот про визуально как раз мы знаем несколько возможных визуальных воплощений мира, Дюны, Аракиса, Каладана, и здесь ещё с трейлеров у меня было некоторое опасение, что довольно усреднённая картинка. Это не оправдалось, потому что действительно есть очень много странных перебивок монтажных, которые как бы не про действия, именно про атмосферу. Вот я два запомнил, когда прилетает преподобная мать, чтобы протестировать пола, и там внезапно как бы кадр с леди Джессикой, которая плачет в огромном зале, дальше в тумане в каком-то появляются эти космические монашки из Бене Гейсерид. И вот этот вот отрывок, буквально из пяти-шести кадров под музыку Ханса Циммера, это просто какой-то невероятный драйв, когда тебя погружают, мне через вот сюжетный поворот. Да, да, я тоже помню этот момент, и он невероятный. То есть, правда, там ещё музыка такая, элементы песнопения, почти хоральная, почти церковная, это прямо очень здорово. И от Ханса Циммера почему-то я ожидал совсем другого, у него здесь совершенно другой стиль. Он, правда, такое спиритуальное измерение этого всего даёт под своей музыкой. Ещё до прибытия героини Шарлотта Рэмплинг, моя любимая, это вообще, конечно, большой аттракцион, синефильский видит Шарлотту Рэмплинг, Стеллана Скарсгарда, я очень люблю Оскара Айзека, вот во всех этих ролях, это очень круто. Так вот, ещё до этого, когда приезжает посланник императора, и нужно полу надеть церемониальный костюм, уже тогда появляется очень важная для меня часть в фильме, это соединение, синтез, с одной стороны, каких-то высочайших технологий, космические технологии, какие-то космические аппараты прилетают, и этой феодальной, устаревшей, архаичной, церемониальной части этого мира, прямо удивительное соединение, чего-то такого, правда, архаичного, религиозного и вот этого суперсовременного. И ещё потом укрепляется, конечно же, при появлении героини Шарлотта Рэмплинга. Я прямо, открыв рот, вот на это смотрел, и мне кажется, это очень круто придумано Гербертом, вот это вот соединение ультрасовременного и ультраархаичного. Ну, это действительно мир, который Герберт создал в «Дюне». Он соткан из как будто очень контрастных частей. В книге как раз нету почти технологий, потому что в каком-то далёком прошлом случилось восстание машин, и человечество решило отказаться от вот этих вот мыслящих аппаратов, и поэтому там есть ментаты, люди, которые закатывают глаза белками наружу и могут просчитывать какие-то возможности и интриги политически, благодарим, существуют. И здесь, конечно, есть одновременно и средневековая феодальная структура, которая как раз родница средневековой поэмой такой, ну, то есть вот эти рыцарские романы, «Игра престолов», сразу вспоминается, что вот эти вот дома разные воюют, вассальные отношения. С одной стороны, с другой, космические корабли, которые управляются загадочным наркотиком. Одновременно здесь есть и восточные мотивы, и в музыке, кстати, тоже. Когда прибывает дом от Рейдесов, то там звучит волынка. А когда мы говорим про фрименов, или же что-то в песках происходит, или же даже Бен и Гессерит, эти монашки, там какие-то вот эти песнопения, они скорее к востоку относятся. И вот это переплетение, конечно, культур, его можно выразить только в мире, только в работе художников-постановщиков и в музыке. И как раз Хан Симмер, мне кажется, классно очень передал именно роман. Ну, то есть он, мне кажется, поскольку тоже любил весь этот мир, он сумел как-то сплести довольно контрастные культурные источники. Но при этом совместил их с вот этой вот своей электронной интонацией. Ну, то есть там же вот этот ритм, который мы знаем по другим сутрокам Циммера, вот это безостановочное тиканье часов, и когда на фоне у нас есть какой-то бит бесконечно электронный, и ты просто не можешь оторваться от экрана, здесь он сохранен. И вот это вот переплетение как раз, мне кажется, и рождает ощущение чего-то инородного. Ты с одной стороны не можешь оторваться, а с другой стороны, потому что ты знаешь, как это работает, твой мозг такой, да, это просто тиканье часов, бесконечно поднимающаяся тональность, и которая постоянно тебя держит на взводе. Но одновременно там есть и вот этот вот пласт каких-то песнопений, какой-то культуры арабской, и мозг такой, а, о, как это соединяется. Да-да-да, это вот как раз то, что меня заворажило, это вот и православные какие-то вещи славянские, да, даже в именах Владимир, да, Харконнон, да-да, и арабско-исламский пласт, и западноевропейский католический. Тут вот это все, конечно же, прямо в таком диком замесе, и вот я, конечно, не на свет смотрел, а вот на это вот, на все, как-то это все удивительным образом соединяется. Вот для меня самое сильное впечатление от фильма, уж когда мы говорим про эту концентрацию разнородного, эти узнаваемые культурные коды, когда ты понимаешь, ну, отрейдосы, ну, хорошо, отрейдосы, отрейдосы, ладно, черт с вами, а потом ты понимаешь, ого, а там постоянно какие-то бычьи головы, значит, дедушка у пола погиб в битве с быком, у него очень красивая такая настольная композиция, скульптурная, с коридой связанная, думаю, что ты вообще какой-то Кносский дворец тут мне подсовываешь, какой-то минотавр, крит, а потом я так думаю, ой, отрейдосы, это же отриды, а это микенская часть крита-микенской культуры, я такой, ой, как интересно, а потом я смотрю, ничего себе, он фактически, это у Линча в большей степени сделано, акцент на этом, на месте за отца, я такой сижу и думаю, прямо сейчас передо мной разворачивается в завуалированном виде одна из самых мощных фабул в истории мировой культуры, которая называется Аристея, история Ореста, сына Агамемнона, который мстит за отца, и это один из самых главных мифов вообще древнегреческих, он положил основу гамлетовской традиции, потому что гамлет перепев Аристеи, а пол гораздо больше, даже к гамлету ближе, чем к аресту, и очень точно подобран здесь Шаламе, как рефлексирующий, интеллектуальный актер, и прям этот вот выбор сомнения прям видно в его взгляде, хотя я считаю, что он мог даже еще сильнее это отыграть, но опять же арка не завершена, поэтому тут еще решений таких мало он принимает, это судьбоносных, и ты понимаешь, черт подери, тебе даже дали подсказку, вот ты же понимаешь, это вот Аристея, она разворачивается, и ты думаешь, ну ты сошел с ума, перечитал древнегреческих мифов, нет-нет-нет-нет. Опять на ночь читал древнегреческие мифы, все, Влад. Я всегда читаю на ночь древнегреческие мифы, и ночью я тоже их читаю, но я же вспоминаю, что Атрейдосы, Атридосы, это же не так просто, это подсказка, а потом я вижу имя, ну то есть не вижу, я его сразу понимаю, Пол, я понимаю, что в этом контексте Пол не просто так у Герберта, Пол, Пауля, да, у нас еще есть варианты перевода Пауль, неважно, Павел, да, апостол Павел, один из кроугольных камней церкви христианской, а кто такой апостол Павел? Это тот, кто превратился из Савла, из гонителя христиан в апостола новой веры, в Павла. У нас здесь тоже есть переименование Пола в Муадиба, и это прямо работает на уже христианские отсылки, то есть тут и античность, и мировая литература, гамлетовский миф, и, значит, христианство, и все эти имена, все эти названия, которые нас отсылают к Аравийской пустыне, к Аравийскому полуострову, ко всем этим элементам великой арабской культуры, исламской культуры, и это прямо вот вообще, то есть прямо придавливает. Сколько там еще современных элементов, да, если мы сейчас вспомним про этот спайс, вспомним про экологию, и там сколько всего, и это такой многослойный пирог невероятный, и я считаю очень правильно, что меня не отвлекают от этого всего сюжетом. Мне этот сюжет здесь не нужен, я хочу погружаться в эти слои. Я согласен с тем, что как бы у Герберта это все есть, и, ну, понятно, почему за него хотели взяться такие великие режиссеры, хотя Линч, кстати, не читал роман до того, как ему предложили поставить, но ему он понравился, во всяком случае. Но не кажется ли тебе, что вот этот вот весь богатый культурный слой в фильме чуть-чуть потерян? Ну, то есть очевидно, что в фильм нельзя перенести все, мы это обсуждали, когда у нас был выпуск про Властелин и колец, но здесь у нас оставлена только внешняя вот эта вот структура, и даже, кажется, не произнесено ни разу слово джихад, священная война, которая очистит все, и кажется, что самостоятельного высказывания из фильма «Дюны» не получается. Ну, то есть это адекватная экранизация, лучшая, которая может быть, в которой вводится, не знаю, голос, который в книге просто рассказывается, здесь он вводится через сцену начальную. Мотивации героев, они овнешняются. Если герцог Лето Атрейдес в книге внешне был спокоен, а внутри себя о мыслях говорил, что они пытались убить моего сына, то здесь как бы он просто это говорит, и ты понимаешь, да, его состояние, потому что по-другому нельзя. Но все-таки кажется, что весь этот плац про путь героя, про мессианство, про экологию ту же, которая, конечно, важная тема, они здесь намеками, а в остальном это, ну, такой качественный эпос, современная сказка, сделанная реалистично. Тут вопрос в том, на самом деле, насколько можно было это сохранить средствами кино или нет. Мне кажется, мне очень честно сейчас об этом говорить, я объясню, что я имею в виду. Извините, это как у Эйзенштейна, Иван Грозный, первая серия, большущая экспозиция к самому главному, что разворачивается во второй серии. Я пока так это воспринимаю. Для меня это длиннющая экспозиция с началом завязочной части, там, с концом первого акта, и понятно, что все важнейшие смысловые уже узлы должны там разворачиваться, да, потому что превращение нашего героя, оно, в общем, только началось. Мы еще не добрались до этого концептуального уровня, поэтому здесь я соглашусь, возникает ощущение, да, вот такого просто очень подробного, завораживающего введения. Мне этого достаточно. Поэтому, мне кажется, надо уже будет про это все говорить и очень серьезно, когда и если выйдет вторая часть. Ну, поэтому, собственно, мы так сваливаемся постоянно в роман Фрэнка Герберта, потому что он настолько полнее рассказывает про все эти, как бы, линии, которые, на самом деле, жгуче актуальны и сейчас. И если мы говорим про роман Герберта, то, понятное дело, что, как бы, экологическая проблема, она и в 60-х годах была очевидна, а сейчас уж тем более, кажется, что это как раз стало мейнстримом. И колониализм тоже, безусловно, стал ярче проявляться, потому что в 60-х годах этот процесс еще, как бы, происходил. Ну, то есть, там, война в Алжире только вот закончилась, в Франции и другие тоже колонии еще существовали. И вот эта вот исчерпанность ресурсов земли и то, что у нас есть одна сверхценность – спайс, пряность, специя, меланж, которая очевидная иллюзия на нефть, и это до сих пор существует. Да не просто до сих пор, мне кажется, сильнее стало. Когда я понимаю, что передо мной, в общем-то, история Аравийского полуострова и этого сокровища, которое спрятано там в глубине под песками, понятно, что же черви, они же, ну, как я понимаю, они связаны с меланжем, да, это как бы продукт их жизнедеятельности в некотором смысле. И это же буквальная работа вот с этой, да, ассоциацией. И тут вообще столько всего у нас происходит, да, потому что на этом, ну, условном Аравийском полуострове, который стал планетой, живет некое меньшинство, которое ставит себя поперек всех элементов мироустройства, которое фактически вот-вот объявит войну этой империи гигантской. И здесь столько ассоциаций с запрещенными в России организациями. И как с этим он обойдется во второй части, это же будет все нарастать, я думаю, еще с годами. Это очень интересно. Я очень жду вторую часть, просто потому что это изначально нетипичная история про героя, который поднимает восстание, такого Лоренса Аравийского немного, собственно, которому основан был пол в некоторой степени, и освобождает повстанцев, коренное население, и свергает империю. Эта история Дюны, она не очевидная. Это как раз коррозия происходит в произведении этого мифа про героя, и Герберт на самом деле во многом нам говорит, что нет, не надо сотворять себе кумира. Собственно, это и есть в фильме. Немного в видении пола, когда он в палатке представляет будущее, про то, что и во имя Атрейдеса, герцога Лета, начнется священная война, собственно, тот самый джихад. И тут вопрос в том, что у него нету никаких путей. То есть либо смерть, либо же он поднимает людей на истребление других, на то, чтобы посеять хаос во многом. И здесь, конечно, вот эта моральная дилемма того, что лидер повстанцев сам становится тираном, это супер, ну, во-первых, честный взгляд на такого рода вещи. Во-вторых, и в фильме это нам дано намеком, что это не типичная история голливудского повстанческого мифа, как было в «Звездных войнах». Да, мне тоже нравится эта неоднозначность морально-этическая в романе Герберта. Насколько я понимаю, это самое интересное, что этот орден Бена Гессерит, он тоже не такой белый, пушистый, мягкий, замечательный. Да не вообще нацисты. Ну, то есть евгеническая программа по выведению пророка Квисат Схадераха, это же, ну, прямо нацизм в честном виде. Абсолютно. И сама по себе эта идея мессии, сверхчеловека, Ницшанских, где-то очень много обертонов, я так понимаю, именно поэтому в «Правом лагере» до сих пор так любят этот роман, потому что в нем много такого, вот опять же, Ницшанского. И тут прямо много таких шпилек в адрес каких-то современных прям вот вещей, повесточных, скажем прямо. И это очень интересно. В каком-то смысле он прикликается, кстати, со «Звездными войнами», в том смысле, что Лукас переворачивает историю второй трилогии, теперь мы понимаем, что злодей не так уж и зол, и, по крайней мере, что-то сделало Энакина Дартом Вейдером, а давайте перевернем ситуацию и посмотрим на него. Как раз вот это размывает традиционную такую культурную дихотомию добро-зло, плохой-хороший, наш-не наш, непонятно, кто наш. Это прямо очень здорово. Я тоже очень жду, как это будет все реализовано во второй части. Я хотел поговорить немного про актерский состав. Мы уже упоминали тут кудри Тимоти Шаламе, и, если честно, ну, читая роман и потом смотря фильм, я удивился, насколько все подходят под роли. Я просто, если честно, был поражен. Когда ты читаешь список голливудских звезд, которые участвуют в фильме, ты думаешь, ну, понятно, почему там «Моск Райзик», ну, там, не знаю, понятно, почему туда пригласили Джоша Бролина, вот они работали с Даней Вильнёвым в «Убийце», и вот он пригласил крутого актёра, знаменитого. Понятно, почему там Тимоти Шаламе, главная голливудская звезда, Зин Дея, как бы молодая, восходящая. И ты такой, ну, да, наверное, это просто было сделано, чтобы набрать имён, как будто бы сейчас люди ходят в кино на звёзд. Это уже 15 лет не так. Ну, это инерция стар-систем. Понятно, что одна звезда не вытянет, поэтому мы вам сейчас дюжину звёзд напихаем в фильм. Это логика народного кино, как в «Марсианине», где в голове Мэтт Дэймон картошку, значит, выращивает, а остальные просто в каждом эпизоде какая-то звезда. Но здесь абсолютно точнейшее попадание. Я прямо удивился, ну, то есть, насколько подходит Тимоти Шаламе. Худой, 15-летний мальчик, слегка отстранённый, бледный, с печатью царственности в лице и походке, и при этом внутри есть какая-то вот эта вот печаль, и предчувствие своего пути, который его одновременно расстраивает и вдохновляет надеждой. Насколько круто вписалась Ребекка Фергюсон. Здесь она, кстати, выведена более боевой, что ли, ну, когда она в финале Хавьера Бардема побивает. Даниил Вильнов как раз говорил, что оригинальному роману немного не хватает вот этого разнообразия, диверсити, поэтому он сделал для Джессико не просто космической монашкой, а еще и боевой монашкой. И, собственно, есть один гендер-своп, это доктор Кайнс Лиетт в романе. Это был мужчина, здесь это темнокожая женщина, и понятное дело, что уже начались вот эти вот комментарии про то, что да как они, ну, понятно, голливудская продукция, но в этом случае на самом деле абсолютно неважно, мужчина или женщина, во-первых. Во-вторых, кажется, что для этой роли эколога, которая хочет превратить свою пустынную планету в место более пригодное для жизни, которое заботится о природе, кажется, как будто бы это стереотипно более феминные черты, и логично, почему тут поменяли на женщину. Слушай, ну, по поводу Шаламе, я, если честно, желал от него большого. Все-таки Шаламе, я считаю, выдающийся артист среди молодых, один из самых значимых. Артовый причем, ну, то есть, ты про него как-то уже думаешь, что, ну, это большая звезда, который уже в куче там голливудских блокбастерах снялся. Нет, мне кажется, это первый, ну, то есть, он у Гуаданьино снимался, у Андерсона, у Вулиалина. Опять же, вот вспоминаю я его у Гуаданьино, да, как он там, не знаю, очень тонко все делает. Здесь, конечно, он немножко такая брессоновская модель. Не то, чтобы там было совсем нечего играть, но, опять же, все главные, основные моменты этого превращения, трансформации, они там, дальше, за порогом второй части. Поэтому понятно, что здесь, в общем, он только набирает, да, и здесь даже обидно, что так рано закончилось действие, потому что потенциал, как будто бы, вот он только мускулами поиграл своими актерскими, но еще ничего не продемонстрировал, да, он просто проанонсировал что-то. Вот поэтому я как раз был немножко разочарован, да, здесь, скорее, используется чуть ли не не смазливая внешность только Шеламе, которая должна вот сейчас всю женскую аудиторию приманить. Не только женскую. Ну, да, не будем, да, всех, кто заворожен кудрями Шеламе, всех приманят, да, независимо от пола, возраста, и чтения античной мифологии. Кто знает мифологию, кто не знает, всех привечают кудри Шеламе, это правда. Слушай, не показалось ли тебе, что барон Харкеннен, что он прям супермерзкий в этом фильме? Какой же он супермерзкий, это же наш пушистик Стеллен Скарснер, ну, какой же он мерзкий, в этом очень много иронии и игры, и он такой классный, вот в этом своем грузном теле, вот такой мощный, какой-то там шея, носорог летающий, так хотел бы. Да, 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 опять же, он же там где-то там наверху, да, значит, там, ну, он же действительно страшный персонаж, нам же еще не показали про его там педофилические наклонности, так понимаю, это осталось за кадром, ну, а что, он должен быть каким-то неоднозначным? Нет, нет, в том-то и дело, что, ну, в книге он прям суперкарикатурный, прям воплощение зла, здесь же это усиливается, и Вильнев говорил, что он хотел сделать, он, собственно, подавал Скарсгарда, чтобы сделать не таким карикатурным, потому что у Скарсгарда в глазах всегда работа мысли, ну, то есть он просчитывает, это суперсерьезный противник, но здесь вот, вот эта вот сцена с паучком, который там возникает и убегает, и такой, о, господи, какая мерзость, и кажется, что в этой истории, в этом смысле, нету неоднозначности, ну, то есть противник максимально жесток и зол, то есть тут, я понимаю, что это, наверное, такая логика средневековой поэмы, логика мифа, в которой враг – это враг, но тебе не кажется, что это немного выбивается из поискования? Нет, мне совершенно не кажется, нет такого ощущения, слушай, по поводу карикатурности, вот уж в Линч, там какой карикатурный, этот Владимир Харкан, там прям вообще деваться некуда, там они все, весь этот род, за исключением, может быть, Стинга, который играет, как бы, главного, собственно, наследника, да и Стинг тоже, с поднятыми вверх волосами, торчком, тоже довольно карикатурно все-таки выглядит. Я к тому, что там прям карикатура, карикатура, здесь он такой мощный антагонист, действительно, которого боишься, которым даже восхищаешься вот его мощью и силой, поскольку это все-таки сказка, да, такая, ну, сказка на таком более-менее современном материале, на sci-fi материале, у меня нет прямо, это же не драма, где антагонист должен быть тем, кто тоже в чем-то прав, не знаю, у меня нет этого здесь ощущения, пусть он будет таким архетипическим воплощением зла, черт бы с ним. Император Палпатин. Просто в книге там есть несколько моментов, почему он все это делает, про то, что он изначально не барон, он не аристократ, он добыл, собственно, титул деньгами, то, что в какой-то момент за трусость одного из Харкнинов отослал Атрейда с поля битвы, и у него такая боль есть того, что он не настоящий аристократ. Да, такой мелкий буржуа, который вырос в эпоху позднего Средневековья и давая скупать титул. А, теперь все понятно. Да, вот такое вот. И у него есть вот это внутреннее, что сейчас император поймёт, что он не такой крутой, сейчас все поймут, что он не такой крутой, и поэтому, собственно, у него есть вот этот комплекс, который он выражает через просто демонстрацию силы. Перевёртыш, который в книге есть, и он заставляет как-то, ну, прочувствовать его. Здесь же это просто как такое... Ну, хтоническое зло, очень такое статичное, да. Ну, возможно, во второй части, опять же, там нам дадут его предысторию, подожди, надо ещё дожить до этого. Ну, не знаю, сам Скарсгард такой классный, он такой лапочка, ну, как можно вообще, как можно не любить? Я вот даже думаю, кто я в этом фильме? Владимир или этот самый червь песчаный? Шайхулут. Оба такие милые, прям даже не знаю, кого выбрать. Ну, слушай, вот сейчас смотрю на тебя и думаю, что ты, конечно... Тимоти Шаламе. Да, да, Тимоти Шаламе. У тебя так кудря нет, конечно, но свет так тоже падает. Слушай, я как раз хотел по поводу сказочности сказать и связать это, собственно, с стилем Дани Вильнёва. Кажется, что здесь всё решено максимально реалистичным образом. Тут как раз нету этой сказочности, нету дистанции. Здесь всё... И гамма такая, знаешь, неяркая. Нету сюрреалистичных образов, как были в концепт-артах Алехандра Ходоровски, который рисовал, художник Мёбиус и Ханс Гигер, который затем придумал Чужого. А здесь как будто бы у нас всё приближают к современности. И, с одной стороны, это понятное решение нам просто показывают. Это актуальное произведение. Это не что-то про далёкие галактики. И это не фэнтези. Это нечто приближенное к реальности, в котором мы рассказываем про таких же людей, как вы, просто через 10 тысяч лет. Но, с другой стороны, как будто бы, не знаю, снижается ли у тебя радость от увиденного. Потому что кажется, что это всё сделано в духе других фильмов Вильнёва, которые временами действительно вычурные могут быть и с супервыстроенными кадрами. «Бегущий по лесу 2049» вообще один из самых красивых фильмов в последних лет с невероятной операцией работы Роджера Диккенса. Но у Вильнёва есть вот эта вот постоянная страсть к тому, чтобы наводить сумерки, к тому, чтобы делать серьёзное лицо, снижать жанровый пафос произведений. Мне это как раз очень понравилось. Очень. Потому что перед нами действительно такая вот с одной стороны фантастическая изобразительность, на самом деле каждый кадр прекрасен, а с другой стороны есть вот это стремление к сдержанности. Мне очень нравятся эти гигантские пространства, не заставлены, как у Линча, бесконечным количеством каких-то предметов, персонажей. Это же очень классно, это же прям классно работает, да, гигантское пространство, и в нём один-два человека. Гигантский зал, и в нём одна там Ребекка Фергюсон, например, да, стоит, молится, например, да, или там гигантская комната, и в ней одна Шарлот Рэмплинг, или гигантское пространство, и крохотные марионеточки, такие маленькие, вот эти вот люди, встречающие кого-то там, прибывшего на этом космическом корабле. Кадр не перегружен, и вот эта вот почти антониониевская такая пустота, вот в Красной пустыне, да, у нас есть гигантский кадр, и где-то там в уголочке, значит, Моника Витти, да, жмётся к краю кадра. Это, мне кажется, очень классно. Вот этот контраст гигантского пространства и одного маленького человека, он как раз работает на драматизм, да, на то, что ты всего лишь человек, который вдруг понимает, что какая-то у тебя есть миссия, что ты с ней должен делать, а ты просто мальчишка, подросток. Это так классно. Или там та же самая героиня Фергюсон, да, с одной стороны, там она у нас и провидица, и, значит, вот действительно космическая монахиня, с третьей стороны, она просто мать, просто женщина, сыну которой сейчас угрожает эта злобная старуха вуале и мучает его. И это так прямо привлекает лично меня, как зрителя, когда я вижу не сказочного такого, да, мифологического, очень условного персонажа, а конкретную мать, конкретному мальчишку, конкретного отца, который всё понимает, что ведь, в общем-то, он идёт на смерть, он не может не согласиться на эту, как бы, сделку. Ему сделали предложение, от которого нельзя отказаться фактически. Всё он понимает, всё в его глазах, этого Оскара Айзека видно, и он вынужден взять это, как некую ношу, да, по-другому нельзя. Вот это человеческое измерение, драматическое, человеческое, оно как раз очень сильно на меня подействовало здесь. Ну, и это как будто бы, на самом деле, стилистическая особенность фильма Вильнёва. Маленькие люди, огромные пространства, и загадка, которую нужно решить, и мир, который остаётся непознанным на самом деле. Всегда же есть у него вот открытый финал в фильме «Пленницы», когда Джейк Джилленхол оглядывается и слышит он свисток, не слышит? Вроде слышит. И тут заканчивается фильм. Вот эта вот лабиринтообразная структура фильмов и ощущение одиночества человека против всего мира, оно очень круто у него работает. И здесь, кстати, я подумал, что интересная перекличка с «Прибытием», потому что в «Прибытии» же тоже были, извините за спойлер, но как бы фильм вышел много лет назад, есть эти видения, которые нарушают структуру повествования, и в «Дюне» они тоже, собственно, решены. Мне, кстати, было интересно, как это сделают, вот эту перетасовку прошлого и будущего в фильме, и она довольно здорово решена, потому что ещё и заделана вторую часть, заделана будущее. Тебе как бы спойлерят, на самом деле, сюжет, который спойлерить на самом деле не нужно. Ты понимаешь, что будет более-менее. И в книге это тоже решено через... Там тоже есть видение о будущем, о возможном, и там спойлерите сюжет не только внутри видений Пола, но ещё и эпиграфами принцессы Ирулан, дочери императора, которая будет потом биографом, собственно, Пола, и она рассказывает тебе прямо в самом начале, что, ну вот, да, он умрёт, вот, да, вот, он станет мессией. И это такая как бы игра с повествованием, классная, которая здесь, ну, отчасти решена, но полностью её решить невозможно, наверное. И тем не менее это работает, это же важный такой ещё жанровый элемент, да, ведь в Adventure Movies, в приключенческом кино, в романах приключенческих это называется открывающейся судьбой, судьба, которая раскрывается, открывается персонажу и нам. Он понимает, кто он такой, почему он явился на этот свет, что ему суждено, к чему он готов, к чему он не готов. И это как раз очень здорово сделано, я помню, вот это знаменитое видение, поединок, я вижу смерть, я вижу кровь, у меня кровавлены руки, но я почему-то жив. Это как раз погружает в сознание Пола, мы буквально как бы находимся в его черепной коробке, через него всё это видим, потому что он сам не знает до конца, это какие-то обрывочные видения, и мы понимаем, что это про него, это раскрывается его судьба, это как раз важная очень жанровая составляющая, и тоже очень сильно работающая. Ну и кажется, что Даниле Вильнёву хорошо удаются не свои сценарии, а какие-то истории, которые до него придуманы и зачастую известны, и он умеет вот так вот запутать как это известный сюжет, какую-то понятную жанровую формулу, будь то криминальный боевик, как в «Убийце», или фантастический фильм, как в «Бегущем поле» 2049, или в «Пленницах» тех же, детектив, что ты, в общем, понимаешь, что будет дальше, примерно, хотя у него есть, конечно, все эти неожиданные сюжетные повороты, но вот его талант как-то поднимать материал над простой фабулой, над простым сюжетом. Здесь очень круто работает, действительно, и это как будто бы идеальный для него материал. Как думаешь, станет ли Дюна, да не Вильнёва, влиятельным фильмом? Скажем, «Властин колец» стал главным эпосом для поколения людей, а «Дюна» уже сравнивается с «Властин колец» по части как раз мира, идей и охвата. Не знаю, меня очень беспокоит эта вот как раз медленная часть, которая мне-то как раз и нравится, мне кажется, она может сбить с толку тех, кто привык к другим вещам, всё-таки это не блокбастер классический, а артбастер, вот эта вот арт-часть. Не знаю, я очень надеюсь на это. Мне нравится, когда вот побеждают какие-то нестереотипные вещи, когда вот что-то выламывается из каких-то стандартных схем, и оно вдруг вот становится чем-то важным, значимым и людям нравящимся. Не знаю, это очень дискуссионный такой момент, правда, спорно, с таким гигантским бюджетом, да ещё за такое сакральное в каком-то смысле произведение для миллионов фанатов. Мне очень нравится это как раз дискуссионность фильма, что он идёт поперёк многих вещей. Мне нравится, что он в России собирает, у него хорошие кассовые сборы. Вот ты мне сегодня говорил, там 200 уже миллионов он собирает. Да, за два дня. Мне нравится это, но я понимаю, что то, что мне нравится в нём, это как раз на любителя. Ну, понятно, да. Ну, слушай, мне кажется, что, вот ты сказал, что Дюна уже само по себе такой как бы роман значимый. Кажется, что всё-таки он не такой значимый, как «Власниколец». В англоязычном мире возможно, но в России, мне кажется, это скорее на любителей. Он не стал таким событием, как в 80-х, в 90-х стал «Власниколец». Не было, как вот толкинисты у нас появились, а собирались в нескучном саду. А дюнистов, как мы не видели. И чтобы одевались в костюмы песчаных червей и так далее. Поэтому в России, конечно, идут на другое. Идут на блокбастер, идут на шаламе, идут на Дани Вильнёва. И мне как раз не кажется, что это какой-то поворот в жанре, который может задать какие-то, не знаю, тренды, потому что кажется, что он слишком, не знаю, авторский для этого. Но при этом всё наследие Дюны, оно уже сейчас для жанра настолько высоко, что перебить невозможно. То есть Звёздные войны те же. Пустынные пейзажи Татуина, джедайский вот этот вот голос. Этих дроидов не видел ты, Всеволод? Это не те дроиды, что вы ищете. Это не те дроиды, что мы ищем. То есть это же, очевидно, голос, как в Дюне. Или та же экранизация Ходоровски, не случившаяся, 14-ти или 10-ти часовая, в которой должны были участвовать Сальдор и Дали в роли императора Орсен Уэллс в роли Барона Харкенна. Мик Джаггера. Мик Джаггера, да. Мне кажется, что этот проект, конечно, был идеальным фильмом, ну то есть, который невозможно снять, но творческая энергия, которая заложена в мире Дюны, она затем, собственно, сподвигла всех этих великих художников на то, чтобы дальше создавать Чужого. Чужого, да. Терминатор тоже как бы на нем основан «Бегущий по лезвию», частично первый, кстати, все закруглилось. Ридли Скоджи должен был снимать Дюну до Линча. Шон Янг снимается, собственно, и там, и там, и у Линча в Дюне, и в «Бегущем», да, и там классно, и там, и там. Кстати, я еще подумал, что Люк, я твой отец, это же тоже в каком-то смысле про Владимира и Леди Джессику, да, в общем, тот же ход, только немножко перевернутый. И тут прям много отголосков. Правда, вот это интересно, неснятые фильмы по этому выдающемуся роману правда растворились в кинематографе 70-х, 80-х, 90-х. Ну, я не знаю, может быть, даже и жаль, что появляется какая-то конкретная реальная организация, этот вот такой мифологический слой неэкранизируемого, выдающегося неэкранизируемого романа, сакрализованный какой-то, такой мифологический, такой символический, в этом много энергии, да, и вот сейчас будет жаль, что все-таки его можно экранизировать, все-таки вот кто-то справился. Вот это действительно такой мифологический фильм, которого нет, но который растворился в куче других решений гемическую картину Ходоровский, да, это же очень такая красивая легенда, да, такой прям элемент бессознательного, то есть что-то нематериальное, которое материализовывается. Коллективное бессознатие. Коллективное бессознательное, которое становится очень конкретным каким-то, да, это же очень здорово. Да. Ну а вот теперь будет конкретная экранизация. Которая и станет хрестоматийной. Ну, потому что... Будем надеяться на это, ладно. Фильм Линча мы забудем все-таки. Я знаю, у него есть много поклонников. Я знаю. Но сейчас это, правда, очень сложно смотреть. Спецэффекты 1984 года, актерская игра британской актерской школы и немецкой. Мой отец послал вас испытать меня. Упражнение с щитом. Упражнение с щитом? Гурни, мы упражнялись сегодня утром. Я не в настроении. Не в настроении? Настроение годится для скота и любовных игр, а не для сражений. Извини, Гурни. Извинений недостаточно. Я смотрел ради, кстати, моих любимых артистов. Там Сильвана Мангана, которая вот такая великая мать фрименов. Там прекрасный Макс фон Сюдов. Там прекрасный Стинг. Там много вот таких, именно маленьких скорее ролей. Все-таки там крупные роли играют не звезды. И, кстати, по поводу того, как еще отразился не снятый фильм Ходоровский по Дюне в культуре. Первый трейлер Дюны, большой. В нем звучала песня «Эклипс» группы Pink Floyd. А группа Pink Floyd должна была сочинять саундтрек для фильма «Дюна Ходоровский». И это, мне кажется, классная отсылка и знак того, что создатели понимают, что они делают и понимают, какое наследие им оставили все предыдущие великие авторы, которые любили этот роман. И что, как мне кажется, прекрасно в этом фильме в любом случае, это то, что в нем очевидно видна любовь всех создателей к этому материалу. И все участвующие в съемках старались сделать лучшее, на что они способны. И это всегда, конечно, заражает. На мой взгляд, фильм получился, и меня он заворожил настолько, что я хочу еще раз его смотреть. Я вот вчера вечером смотрел фильм «Линча», и мне захотелось как бы вернуться к картине Вильнёва. Я смотрел трейлеры, я слушал саундтрек Ханса Циммера. Мне хотелось еще прямо занырнуть в это. И фильм длиннющий же, на самом деле, но мне вот не хватило. Да потому что он не закончен, потому что там половина романа. Да, но я все равно пойду. Я хочу еще туда занырнуть. Мне как раз хочется погрузиться в это еще и еще и еще. Книжку почитай. Книжку почитай, Севолод. Фильмы свои смотрят. Я не умею. Только хорошо. На этом все. С вами были Даулет Джинаидаров. И Всеволод Коршунов. До встречи в наших следующих выпусках. Я с удовольствием напомню, что мы с Даулетом невероятно ждем ваших сердечек в Яндекс.Музыке. Ваших комментариев в Apple Podcasts. Подписывайтесь на нас в CastBox, в Google Podcasts. Мы ждем ваши лайки, сердечки, отзывы и даже отрицательные. Нет, отрицательные мы, конечно, ждем. Мы всегда готовы к худшему. Но лучше положительные, чтобы люди посмотрели на эти отзывы и такие, а вот за что этот подкаст можно любить, давайте-ка я его послушаю. Да, но с другой стороны, мы же хотим стараться и быть как лучше. И нам нужно быть в курсе того, что можно улучшить. Поэтому пишите «нет», я за отрицательную критику тоже. Потому что мы должны развиваться. Наши сюжетные арки должны быть простроены. И не обрываться на одной трети нашего пути, как в фильме Дани Вильнёва. Да, путь героя Всеволода Коршунова продолжится в следующем выпуске. И дракона Доулета, который мучает героя своими речами. Да, волшебными помощниками выступали. Звукорежиссер Лера Кусто и продюсер Женя Молодцова. Подписывайтесь на нас везде, где можно. У нас есть телеграм-канал. Он называется «Общим планом». Мы дадим ссылку на него в описании. Там мы выкладываем разные наши мысли, которые не влезли в выпуски. Кидаем какие-то материалы по темам интересные. И просто болтаем. Просто болтаем, да. Рассказываем про какие-то новинки кино, которые мы не обсуждали в подкасте, но которые интересные и мы посмотрели. Советуем фильмы в общем и целом. Подписывайтесь. Кажется, он довольно приятный. Не влезли. Ну что за влезли мысли? Мысли могут только входить. Не вошли в выпуски. Не влезли. Вот такую критику ждет Всеволод в отзывах в Apple Podcasts. А мы с вами прощаемся до следующего выпуска, который у нас будет немного необычным. До скорых встреч. До скорых встреч. До записи я думал, если честно, шутить глупые шутки, вплетая в мою речь и в мой анализ фильма «Дюна» какие-то отсылки к песням группы «Дюна». Вроде того, что вот тут так много звезд голливудских, это как будто бы коммунальная квартира. Я бы даже сказал, что коммунальная страна. Или же, что иногда камера работает так, как будто бы она передает привет с большого бодуна. Ну, короче, или про страну Лимонию. Слушай, я совершенно забыл про группу «Дюна». Вообще забыл про группу «Дюна». Она, кстати, была названа в честь фильма «Дюна» Дэвида Линча. Да, да, да. Виктор Рыбинц рассказывал в интервью. Это прям шок-контент.